Израиль нанес серьезный удар по способности Ирана обороняться и производить ракеты. Премьер-министр страны Бенямин Итаньягу заявил, что Израиль выполнил свое обещание отомстить за иранские атаки на его города. «Рано утром в субботу мы выполнили свое обещание. Военно-воздушные силы нанесли удар по всей территории Ирана. Мы нанесли сильный удар по оборонным возможностям Ирана и его способности производить ракеты, нацеленные на нас. Атака в Иране была точной и мощной и достигла всех своих целей». Как утверждают представители израильского командования, в результате удара были уничтожены не только иранские предприятия по производству ракет, но также арсеналы уже готовых снарядов класса «Земля-воздух» и других вооружений, в том числе тех, которые Иран готовился направить подконтрольным ему группировкам, в первую очередь Хизбалле. «Эти две организации – Хамас и Хизбалла, которые годами готовились как длинная рука против государства Израиль, больше не являются эффективным инструментом в качестве доверенного лица Ирана». На Ближнем Востоке все прекрасно понимали, что израильский ответ на иранский ракетный обстрел 1 октября обязательно последует. Однако большинство стран надеялось, что до окончания президентской кампании в США Израиль не станет эскалировать и без того напряженную обстановку. Впрочем, Бениамин Нетаньягу на этот раз учел пожелание Вашингтона не атаковать ядерную и нефтегазовую инфраструктуру. «Я был на связи с разведывательным сообществом последние полчаса, и похоже, что они не поразили ничего, кроме военных целей. Я надеюсь, что это конец». При этом в Вашингтоне подчеркнули, что не имеют к операции никакого отношения. Тем не менее, работу системы противовоздушной обороны СААД, недавно развернутой в Израиле, обеспечивают именно американские военные. Так что остаться в стороне от помощи Израилю в защите от любого возможного иранского возмездия, Вашингтон не собирается. В том, что США так или иначе имеют отношение к израильской атаке, уверены и в самом Иране. «Америка полностью поддерживает сионистский режим и является соучастником всех его преступлений. В операции, проведенной накануне, как и было заявлено Генеральным штабом, участие американцев было для нас совершенно очевидным. По крайней мере, они предоставили воздушный коридор сионистским ВВС, а также оборонные системы, которые были отправлены ранее для, так сказать, участия в этой операции». Перед Ираном стоит серьезная дилемма. Несмотря на заверения режима АТОЛ в том, что иранским ПВО удалось в большой степени отразить израильскую атаку, фактически ущерб еще только предстоит оценить. При этом тегеране прекрасно понимают, если не разорвать замкнутый круг взаимных ударов возмездия, ответ Израиля на следующую вероятную атаку Ирана будет куда более серьезным. И Иерусалим может не ограничиться лишь военными объектами. Еще один момент связан с этим злым шагом, который они совершили. Что ж, они совершили ошибку. Они, конечно, преувеличили. Их преувеличение неверно, но заметьте, что преуменьшать его также неверно. Говорит, что нет, ничего не было, это не было важно, это тоже неверно. Ошибку в расчетах сионистского режима необходимо устранить. Они допустили ошибку в расчетах в отношении Ирана. Условия работы над ответом Израилю должны определяться должностными лицами и должно быть сделано то, что соответствует интересам народа и страны. Прежде чем принять окончательное решение о своем следующем шаге власти Исламской Республики, которые явно не горят желанием быть втянутыми в еще более масштабную рискованную войну, наверняка самым тщательным образом взвесят все возможные политические сдержки своего ответа, как внутри страны, так и во всем Ближневосточном регионе. Западные страны считают, что Тегеран не должен идти на новый виток эскалации. Израиль имеет право защищать себя от иранской агрессии. Я также ясно понимаю, что нам необходимо избегать дальнейшей региональной эскалации и призвать все стороны проявить сдержанность. Иран не должен отвечать. В данный момент Тегеран пытается создать вокруг себя пояс безопасности из мусульманских стран. И в этом вопросе у режима АТОЛ есть определенные успехи. Правительство арабских государств Персидского залива, пытающиеся всеми способами остаться в стороне от этого конфликта, осудили израильский удар и заверили Тегеран, что не позволят Иерусалиму использовать для нападения на Исламскую республику свою территорию. А президент Турции Реджеп Тайпардаган в очередной раз заявил, что подобными действиями Израиль пытается спровоцировать региональный конфликт. Я желаю скорейшего восстановления нашему соседу Ирану и иранскому правительству, которое стало объектом израильской агрессии. Сионистское правительство Израиля, избалованное западными державами, хочет поджечь фитиль регионального конфликта такими атаками. Не стоит обманываться этими играми Израиля и его сторонников. Впрочем, в Иерусалиме подчеркивают, Израиль не хочет большой региональной войны, но намерен обеспечить собственную безопасность любыми способами. Так что пока в Тегеране не откажется от идеи уничтожения еврейского государства, Иерусалим будет вынужден действовать.